Я по просмотру не понял, как участники смогли заплатить за залоговые аукционы государственными деньгами. Можете рассказать? Слушайте, какие у нас продвинутые подписчики и вопросы. Я очень рада это обсуждать. Я боюсь, что у нас сейчас все отключатся, пока мы будем это обсуждать. Я на такое отвечать рада. Это работает следующим образом. В эти годы работала система так называемых уполномоченных банков, потому что государственная банковская система тогда еще не была развита, поэтому банки оказывали услуги государству и хранили у себя деньги, из которых стоит бюджет. Условно, казначейство, министерство финансов, таможенные службы. Все эти деньги нужно было где-то хранить, и хранили их тогда в частных банках. Но не просто с улицы ты пришел в такой-то банк и как министерство, как министра положил. Нет, ты заключаешь договор с определенным конкретным банком, но он частый. И вот по такому совпадению ровно в тех банках, которые участвовали в залоговых аукционах, и хранились бюджетные деньги разных министерств. Это как бы первый слой. Второй слой заключается в том, что и деньги предприятий, которые выставлялись на залоговые аукционы, они тоже хранились в тех же самых банках. Деньги предприятий, в смысле, их выручка. Выручка просто там лежит. Я думаю, что все понимают примерно, как банковское дело работает. Вот предприятие хранит на счетах банк свои средства, банк этими средствами пользуется, зарабатывает себе, зарабатывает на них еще чуть больше, и на эту разницу живет и существует банковский бизнес. И в результате случился круговорот государственных денег в системе. Ну вот государственных денег и денег самих предприятий. И экономичное, что подорвало всю идею залоговых аукционов еще на каком-то там дополнительном уровне. Потому что мало того, что в результате просто денег очень мало получили, а это очень мало денег. Если даже сравнить залоговые аукционы, вот эти первую их волну с залоговыми аукционами через полтора года, там с тем же самым связь с инвестором, который проходил точно так же, таким же журническим образом, но там за один связь с инвестором платили, по-моему, под два, что ли, миллиарда долларов, ну, один с чем-то. И это уже совершенно другие деньги. А здесь даже миллиарда не накапало. И поэтому с какой залоговой аукцион является такой важной системно образующей историей, потому что с какой стороны ты не поверни это, с любой это выглядит очень паршиво. И очень сложно найти хоть один аргумент, хоть одну какую-то сторону, хоть один плюс, просто вот тупо плюс от этих залоговых аукционов. И поэтому эта история, на самом деле, несмотря на то, что экономическая ее часть достаточно сложная, но даже непосвященный человек полностью понимает, что с этим не так. И ровно поэтому такая большая социальная несправедливость была порождена этими аукционами, потому что не нужно быть кандидатом экономических наук, чтобы понимать, что тебя здесь обманули. Следующий вопрос. Татьяна М, 11 евро. Марии, на расстрел кого-нибудь в прямом эфире? Ну или пусть приговор хотя бы подпишут? Я так понимаю, это апелляция к... Мне кажется, да. Да, к сообщению вашего Лазберга. Да-да-да, который обвинил меня в том, что я подписываю приговоры и хочу расстреливать людей, и вообще я большевичка. Это критика, от которой я не испытываю абсолютно никаких отрицательных эмоций. Она, если честно, меня очень веселит. Интересно видеть, как абсолютно старые аргументы из газеты «Не дай бог», которые тогда были посвящены Изюганову, теперь точно так же 30 лет спустя используются для меня. Конечно же, никаким расстрелом, приговором и еще чему-то такому я никакого отношения не призываю, никогда даже на эту тему не намекала. Но давайте просто тоже помнить нашу недавнюю историю. Вот тот же самый Лев Шелосберг любил писать про Навального Гитлера, Навального какого-то крайне правого политика или еще что-то. Вот это Лев Шелосберг к этому склонен. И я думаю, что прошло достаточно времени с публикацией этого поста. Я думаю, что и сам Лев Шелосберг просто понимает, насколько он сильно опозорился с этим своим опусом. Ну а был бы на моем месте кто-то другой потребовал бы, чтобы ты, например, поклевалась на книге Катрин Белтон «Люди Путина». Видишь, а я не прошу. Слушай, но я, тем не менее, видела огромное количество претензий, по-прежнему таких претензий, обвинения тебя в левачестве и заявления о том, что ты симпатизируешь Зюганову, а Зюганов был такой же непроходной, что выборы на самом деле не были украденными, что это просто такая манипуляция. Хотя, ты знаешь, я помню, что когда вышла книга Михаила Зыгаря «Все свободные», где описывалась все та же самая история, выборы 96-го года, там и глава про залоговые аукционы, и, соответственно, про выборы Бориса Ельцина, тогда на эту книгу не нападали. Ну, то есть фактологически, что та книга, что вторая серия «Предателей» очень похожа, с той лишь разницей, что, конечно, в один час времени нельзя уложить там, условно, 300 плюс страниц. Но на ту книгу не нападали, и, кажется, ее хвалили. Причем я не удивлюсь, если те же самые люди, которые сейчас нападают на «Предателей». Что ты на это скажешь? Я хотела сначала про Зюганова сказать. Я прокритикую сама себя, и, пересматривая серию, я, естественно, я нашла в ней недочет и слабость собственного сценария. Поругаю себя. Конечно, надо было добавить абзац и четко проговорить, почему Зюганов бы не вернул СССР, не восстановил СССР, и почему это было невозможно. Там я это говорю однозначно и утвердительно, но просто потому что, вот видите, это просто слабость меня как сценариста. Я не подумала про других, и не подумала, что нужно раскрыть эту мысль, посчитав, что она на самом деле очевидна, и что Зюганов является абсолютно таким же по уровню отвратительности человеком, как и все другие участники этого процесса. И, наверное, может быть, мне еще мое оправдание показало, что, в принципе, Зюганов сейчас таким и остается, и как будто бы очевидно, что Зюганов не смог бы восстановить СССР, в первую очередь, из-за своей трусости, из-за своей слабости. И, не, скажем, во вторую очередь, а в первую очередь, потому что к 96-му году от СССР уже не осталось ничего, уже не осталось ни союзных республик, никак обратно было не затянуть, и идеологическая платформа была тоже подорвана полностью, и даже этих нескольких лет относительной свободы уже хватило того, чтобы сделать этот процесс безвозвратным, и можно было бы посмотреть на, например, кучу других постсоветских стран, где возвращались коммунисты к власти, они возвращались на несколько лет, а потом исчезали полностью и вновь. Наверное, надо было проговорить это четче, наверное, надо было проговорить про то, что Зюганов на самом деле сам больше всего, сам лично Зюганов больше всего не хотел выигрывать эти выборы, и делал все для того, чтобы эти выборы случайно не выиграть, и случайно не победить Ельцина во втором туре. Он ужасно сливался, он вел себя как человек, который боится власти, не хочет ее, и хочет всегда оставаться на этих вторых ролях, посидеть на кремлевском содержании, иметь большую и богатую партию, но амбиции политические у него очень ограничены. Они ровно такими и остались. Мы сейчас видим, что такое КПРФ. Здесь же просто, здесь кто был Зюганов, то и остался Зюганов. Ну кто это, жироза и партия, это фигня какая-то у них. Они осознанно пытаются не выиграть какие-то выборы, они пытаются, откричиваются от умного голосования, переживают, когда мы их туда включаем, и не дай бог, не хотят никаким образом перейти дорогу Путина, потому что страшно, потому что не хочется, ну и потому что Путин им по крупному счету союзник. Поэтому, наверное, надо было четче поговорить, проговорить, что Зюганов, как политическая фигура, конечно, ничтожен полностью, что значит, что никакого ресурса политического и никакой политической популярности его не было, чтобы даже попробовать восстановить СССР хотя бы частично. Давай мы, наверное, к самому громкому в этот момент комментарию перейдем. Михаил Ходорковский, один из героев сериала «Предатели», несколько раз... Написал нам вкладный вопрос? Нет, но я проверю на всякий случай. Несколько раз, по крайней мере, до этого эфира комментировал сериал. Сначала после первой серии он выпустил видео, потом комментировал уже более сдержанно, это спойлер, в своем телеграм-канале, но в текстовом виде, соответственно. Но я хочу один тезис из его обзора, из его ревью, попросить тебя прокомментировать. Он сказал, что сделает все возможное для того, чтобы не допустить тебя, Мария, к власти, поскольку люди, которые судят, не спрашивая мнения второй страны, не должны судить. Я близко к тексту, в общем, пересказала. Я уже себя чувствую немножко недавно, потому что меня буквально в каждом интервью про это спрашивают, это просто прокомментировать, а мне несколько стыдно это комментировать, потому что, ну, когда взрослый, уважаемый человек сказал такого масштаба глупость, у меня это вызывает нежелание как-то отвечать и воевать обратно и говорить, нет, это я вас никогда не допущу в власти. У меня, мне становится очень неудобно, и хочется опустить глаза, потому что, ну, стыдно. Потому что, стыдно за такие слова, Михаил Борисовичу и стыдно, что он на полном серьезе заявил, сделал программное заявление о том, что он собирается не допускать меня к власти. Какой власти? Что он там себе придумал? Он это сделал еще до второй серии, он это сделал по результатам первой серии, где он напоминается еле-еле-еле. И, конечно же, ну, вот теперь весь интернет завален картинками о том, что меня он сделает все, чтобы не допустить к власти, будет со мной бороться всеми возможными методами, а Пригожину он будет подносить соляру. И вот какие у него политические преференции. Я думаю, что лучшим ответом Михаила Борисовича был комментарий в его собственных сетях, которые очень однозначно, мне кажется, не в его пользу. И много его сторонников сильно удивляются тому, что он обозначил меня своим новым врагом за то, что я, ну, как, видимо, не опустила его в рассказе про свои залоговые аукционы, то есть не зацензурировала факт того, что он там участвовал, и не зацензурировала тот факт, что он помогал Березовскому захватить влияние на ОРТ и контролировать ОРТ. Но вот, видимо, ожидание было такое. Ожидание было, что из-за того, что он является человеком, Ходраковский является человеком уважаемым в оппозиционной среде, то я каким-то образом сглажу углы и как бы закрою глаза на какие-то вещи, ну, потому что человек хороший, безусловно, человек хороший, и человек, который заплатил большую цену в своей жизни, да, отсидев 10 лет, это страшная цена, и, видимо, ожидалось, что я обойду аккуратно вопрос его роли 90-х стороной, чтобы его не расстраивать и чтобы не, скажем так, не обострять. А я вот так устроена, вот уж так получилось, ничего поделать с этим уже, наверное, не получится, что, ну, я так просто не могу, ну, то есть я, это самоцензура и какое-то, по-моему, абсолютно ненужное заискивание перед людьми, я на себя беру обязательство не оскорблять его и других участников залоговых аукционов и всех этих событий в нашем сериале, не обвинять огульно, не придумывать какие-то факты, оставаться верной правде, истине и документам в первую очередь. Но, конечно же, я не буду делать никаких исключений для тех, кто участвовал в этой абсолютно преступной схеме, просто потому, что сегодня они приятные люди, которые организуют важные мероприятия или, например, спонсируют какие-то важные оппозиционные проекты. Вот у меня так не получается, и я рискну предположить, что, возможно, с этим и связано, ну, такая, как сказать, непопулярность, какое правильное слово, ну, с этим и связан интерес к этому сериалу, который мы сняли, это не расследование, да, это сериал какой-то новый жанр, мы так и не придумали ему название. И, возможно, с этим и связано такой к нему горячий интерес, что сказано все по делу и без каких-либо заискиваний и таких вот уловок словесных, которые могут исказить то, что происходило на самом деле. Я, судя по второму посту у Михаила Борисовича, я так думаю, что он сильно пожалел о своем первом видео и об объявлении мне войны, ну, я тут что могу сделать, ну, как бы, ну, пусть, наверное, теперь он будет делать все, чтобы я никогда не пришла к власти, я вот и наши коллеги, ну, вот Путин делает все, чтобы мы никогда не пришли к власти, теперь у него есть компания. Большое спасибо, что смотрите нас. Чтобы поддержать нашу работу, оформите спонсорство или нажмите на кнопку спасибо под этим видео. Внесите свой вклад в борьбу с Путиным и его пропагандой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!